Год назад я вышел на свободу из заключения, в котором оказался по прихоти людей, у которых была власть. Я строил бизнес, занимался благотворительностью и в меру сил развивал гражданское общество. Но людям во власти показалось, что я представляю для них угрозу. Я был внутренне готов к аресту, но уверен, что правда на моей стороне и что я смогу отстоять свою невиновность. Как вы знаете, мне это не удалось. Следующие 10 лет я провел за решеткой. Я потерял все. Я прошел через растерянность, отчаяние, бессилие. Я редко виделся с семьей. Оказался отрезанным от близких и друзей. Когда я узнал о втором деле ЮКОСа, то внутренне приготовился всю жизнь провести за решеткой. Но 20 декабря прошлого года снова обрел свободу. Я смог обнять маму. Я был счастлив увидеть выросших детей, встретить друзей. Я снова почувствовал их поддержку и тепло. Я был рад, что вокруг меня больше нет стен, что никто не распоряжается моей жизнью. Оказалось, что свобода лечит быстро. Начинаешь чувствовать, что будущее снова зависит от тебя. И уже не думаешь, сколько ты потерял. Но пока я не могу назвать себя полностью свободным человеком. Ведь я не могу вернуться домой. В страну, где я родился и вырос. Где осталась большая часть моих друзей и коллег. Почему это так? За 10 лет наша страна отказалась от свободы. Якобы в пользу благополучия. Под лозунгами, что свобода никому не нужна. Что настоящей свободы нигде нет. Что простые люди к ней не готовы. Свободу променяли на сильную руку. В надежде, что эта сильная рука будет кормить, а не душить. Под предлогом укрепления стабильности и запугивая возвращением 90-х, у людей с шаг за шагом отбирали базовые права. Сначала сказали, не лезьте в политику, а то закончите как Ходорковский. Потом сказали, делайте бизнес, но не слишком крупный. Потому что для крупного у президента есть друзья. Выходите на улицу только по одному. Теперь они лезут в частную жизнь. Чуть ли не в постель. Самая большая проблема в тюрьме. Это даже не условия содержания. И не тюремная баланда. А то, что ты не можешь взаимодействовать с теми людьми, с которыми хочешь. В этом смысле российская власть похожа на тюремщика. Она хочет решать, с кем ее граждане должны вести бизнес, от кого получать средства на общественную деятельность, кого считать другом, а кого врагом. Зачем вам свобода? Что вы будете с ней делать? Вы пропадете. Это нам постоянно повторяют кремлевские идеологи. Я понял. Свобода важна сама по себе. Лично для меня это высшая ценность. Но у свободы есть и практическое применение. Только при свободном взаимодействии людей возможно создание богатства и благополучия. Источник богатства даже в России – люди и их свободное взаимодействие. А не природные ресурсы, не территория и уж тем более не государство. К началу 2014 года нынешняя власть начала понимать, что завела страну в тупик. Что даже сверхвысокие цены на нефть больше не обеспечивают экономический рост. Что им не доверяет бизнес, им не доверяют люди науки и искусства, интеллектуальная элита. И тогда они нашли средства, которые все спишет. Война. Мне до сих пор не верится, что я произношу это слово в контексте сегодняшнего дня. Что это наша печальная реальность. Вооруженные столкновения на территории соседнего государства, жителей которого мы еще недавно считали братьями – это трагедия. Это очень дорого обойдется нам во всех смыслах. Уже обходится. Мы несем колоссальные потери. Жизни, деньги, доверие, выстроенные связи, возможности. Все это сливается в одно явление, которое мы называем «цена Крыма». Сегодня российские граждане платят за Крым, за Донбасс. Главное – за управленческие ошибки, непомерное казнократство, которое режим пытается прикрыть военными действиями и патриотической риторикой. Да, падают цены на нефть. Но уровень жизни в России падает катастрофически не из-за этого. В Норвегии или даже в Нигерии, которые примерно так же зависят от нефти, как Россия, валюта упала на 12-15%. Граждане не потеряли две трети своих сбережений и доходов. Нет паники на бирже, ставка не взлетает до 17%. Ведь дело-то в другом. Этой власти больше никто не доверяет. Ни внутри страны, ни снаружи. Даже те, кто на словах демонстрирует горячую поддержку курса Путина, бегут в обменники, пока курс доллара не вырос еще больше. Люди теряют деньги. Но самое страшное не это. Концепция «Россия в кольце врагов» означает, что нас отрезают от знаний, от технологий, от сотрудничества с самыми развитыми странами. Ради чего? Список врагов России, по версии Владимира Путина, пополняется с каждым днем. Но независимо от того, на кого направлено внимание пропаганды в данный момент, на Майдан, европейских геев, Ангелу Меркель, хипстеров или валютных спекулянтов, главным врагом нынешней власти всегда была свобода. Потому что свобода всегда ведет к сменяемости власти. Это давно поняли в Европе, которой нас запугивают. Европейские государства постоянно воевали между собой. За территорию, за сферы влияния, за ресурсы. Сильные нападали на слабых. Это закончилось фашизмом и самой кровопролитной войной в истории человечества. В какой-то момент европейцы поняли, что война ведет только к бедности и угнетению. Что это травматичный опыт, который не дает развиваться. Посмотрите на Европу сегодня. Нет границ. Общая валюта. Высокий уровень жизни. Социальная защищенность. Нам любят рассказывать про якобы нищую Грецию. Но минимальная пенсия в Греции – 450 евро. В России – 60 евро. Меньше в 7,5 раз. Ни в одной самой бедной стране Евросоюза невозможно детское пособие 3 евро в месяц. Нет такой смертности. Нет такого количества сирот. Европа извлекла еще один важный урок из прошлого. Любой человек, даже самый хороший, облеченный безграничной властью, рано или поздно перейдет черту. Посадит политического противника, подчинит судебную систему, развяжет войну. Поэтому России нужно создавать систему, где невозможна концентрация власти в одних руках. Я не устану говорить о конституционной реформе, как о первом и необходимом шаге к свободе и благополучию страны. Неограниченную власть может иметь ведь не только президент, но и какой-нибудь губернатор, прокурор или даже сотрудник полиции в любом самом дальнем МВД. Наша задача – чтобы каждый человек чувствовал, что его всегда защищает правовое государство. Каким бы тревожным ни было настоящее, у нас всегда есть шанс на хорошее будущее. Я хочу заглянуть за горизонт событий. Сегодня многие из вас, как и я 10 лет назад, испытывают страх, отчаяние, бессилие, ощущение, что ничего нельзя изменить, что вы не хозяева своей жизни. Но что бы вам ни говорили, это не так. Вы, а не нефть – источник благ. Вы, а не Путин – источник власти. Вы, а не чиновники – хозяева своей страны. Вам, а не депутатам от «Единой России» решать, что можно, а что нет. Мы добьемся свободы. На выборах или без. Но когда она наступит, то быстро залечит раны от сегодняшних потерь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова